Всем привет! Добро пожаловать в Автомир! С нами вы проведете время нескучно и с пользой, а также узнаете об автомобилях и обо всем, что с ними связано. Кроме того, вспомним, что происходило в минувшие две недели на дорогах Владивостока и Приморского края. Меня зовут Дмитрий Семенюк. Пристегивайтесь и погнали! Вот какие темы ожидают вас сегодня. Учимся пользоваться шнурками. Как с помощью этого приспособления устранить прокол колеса своими руками? Что такое декорирование автомобиля и как с помощью него вдохнуть вторую жизнь в свою машину? Возвращение легенды. Тест-драйв Toyota RAV4 2016 года выпуска в рубрике «Автомобиль номера». А также акробатический прыжок Ниссан Тииды в районе Акатовой, взрыв бензовоза в Артеме и чуркинский бейсболист, едва ли не отметеливший водителя во дворе жилого дома на Гульбиновича. Рубрика «Автоэкшн». Мы начинаем. В одной из наших прошлых передач мы рассказывали о том, что должно лежать в багажнике на случай непредвиденной ситуации к дороге. Среди вещей, которые присутствовали в этом наборе, был комплект для ремонта прокола колеса при помощи специального шнурка. И тут выяснилось, что половина автомобилистов что-то слышала о нем, но совсем не имеет понятия, а как же им пользоваться. Для них наш следующий сюжет. То яма, то канава, то ржавый гвоздь. На российских дорогах полно неприятных сюрпризов, способных вывести нашу машину из строя. Вот и нам сегодня не повезло. Поймали что-то острое в колесо. Так, еще не до конца, но уже начало спускать. Походу где-то дырочка, и пришло время воспользоваться набором, который мы рекомендовали в одной из наших передач. И будем чинить колесо сами. Если на улице дождь, снег или слякоть, а нужно решать вопрос с проколотым колесом, вам можно только посочувствовать. Нам же повезло. Мы оказались рядом с автосервисом, где работают наши друзья. Там мы найдем и крышу над головой, и весь сопутствующий инструмент. Видите, залез туда саморез. Сейчас мы его выкрутим. В данном случае нам потребуются перчатки. И они у нас есть, ну, чтобы не испачкаться. И отвертка для того, чтобы выкрутить саморез. Прежде чем выкрутить саморез из покрышки, лучше подготовиться к ремонту шины. Если вытащить его сразу, то колесо спустится. Не успеете оглянуться. В наборе для ремонта колеса своими руками у нас имеется три червячка. На языке шиномонтажников, именуемых шнурками. Тюбик клея и две ручки дырокола. Они играют самую важную роль в процессе лечения колеса. На самом деле, я сам впервые пользуюсь этим набором. Но, в принципе, чисто теоретически знаю, как им пользоваться. Поэтому давайте учиться вместе. Но это, не думаю, что это сложно. В первую очередь, нам понадобится вот такой вот, тоже в виде шурупчика. Это для того, чтобы сделать отверстие ровным. И убрать из него все заусенцы. Чтобы у нас хорошо туда проник червячок. Так. Ну, все. Так, выкручиваем саморез. И на его место сразу же загоняем вот эту штучку. Нужно постараться засунуть дырокол как можно глубже. Чтобы отверстие в шине получилось с ровными краями. Этот процесс требует немалых энергозатрат. А кто говорил, что будет легко. Так, готовим наш второй инструмент. Это, в общем-то, та часть. Нам нужен червячок. Далее наш шнурок просовываем в ручку держатель. Чтобы ускорить эту процедуру, можно взять к себе в помощь пассатижи. Затем наносим клей на червячка. И начинаем проталкивать его в отверстие на покрышке. Итак, извлекаем наш... Погнулась у нас эта штучка. Наша задача пропихнуть наш червячок туда-вовнутрь, поглубже. Сомневаюсь, конечно, что у девушек получится самостоятельно отремонтировать колесо. Чтобы у вас ничего не гнулось и не ломалось, лучше купить качественный инструмент. В противном случае будете мучиться, как мы. Впрочем, и с таким инструментом у нас все получилось. Третьи попытки, кажется. Ну, кашу, видимо, с утра я мало ел. Все, набору пришла китайскому хана. Но червячок у нас все-таки на месте. Ну что ж, у нас осталось удалить ненужные детальки с помощью ножа. Корчащие червячки. Такая штучка у нас остается. Ну и накачиваем колесо. Устранить прокол колеса методом установки шнурка при наличии определенной сноровки и качественного инструмента можно минут за 10. В случае, если дефект на передней покрышке, ее даже можно не снимать. На таком колесе у вас легко получится дотянуть до шиномотажки. Хотя со шнурком, если он установлен правильно, можно ездить и дальше, и колесо не будет спускать. Ну что ж, осталось проверить. В поле это обычно делается так. Ну, видим, что нет у нас пузырьков и колесо целое. Вот и отремонтировали. Ну, а нашим дорогим и красивым женщинам я посоветую, покупайте этот набор в комплекте с мужчиной. Хотя бы один раз в 10 лет психологи советуют делать ремонт в квартире. Потому что один и тот же интерьер имеет свойство надоедать нам. А что насчет обновления вашего автомобиля? Как сделать так, чтобы он вновь засиял новыми красками? И у нас есть один ответ на все эти вопросы. С помощью технологии Аквапринта, которая позволяет декорировать автомобиль достаточно просто и недорого. Получается... Массовое автомобильное производство подразумевает под собой штамповку весьма ограниченного количества моделей автомобиля той или иной марки. Здесь все заточено для удобства производителя и подчинено его экономическим интересам. Возможно, индивидуальные предпочтения потребителя вообще чаще всего не учитываются. Да, возможно, изготовить машину на заказ в единственном экземпляре. Но сколько это будет стоить на выходе? Цена отпугнет 99% покупателей. Поэтому автопроизводители думают примерно так. Берите, что даем, а дальше делайте с машиной, что пожелаете. И вы знаете, желающих сделать из своего автомобиля что-то выдающееся, что будет отличать ее от тысяч других таких же, очень много. Один из наиболее эффектных способов придать своей машине эксклюзивности – это технология иммерсионной печати, или, как ее называют, аквапринт. Чтобы узнать о ней поподробнее, мы обратились к ребятам из студии декора ProDecor. В нашем городе они занимаются декорированием интерьеров автомобилей на профессиональном уровне. На предварительно подготовленную поверхность наносится под давлением воды тонкий слой самого материала. После чего он придает уже декоративный вид. Специальная пленка для иммерсионной печати на основе клея ПВА и тонкий слой краски. После чего к ПВА слой смывается, остается краска на подготовленной поверхности. С конца 80-х годов все ведущие автопроизводители применяют эту технологию при декорировании интерьера автомобиля как альтернативу отделке натуральными материалами. Сегодня большинство серийных автомобилей, исходящих с конвейеров, имеют компоненты, обработанные именно по этой технологии. Особенно популярно декорирование под дерево. Если все сделать правильно, то в готовом виде тяжело понять – аквапринт это или натуральный шпон. А главное – аквапринт гораздо дешевле, чем натуральное шпонирование. В студии декора ProDecor вам готовы предложить массу цветовых оттенков и текстур, которые вы не встретите на серийных авто. Также с помощью аквапринта можно задекорировать детали интерьера автомобиля под карбон или металл. Процесс аквапринта достаточно сложен. В студии ProDecor это происходит следующим образом. Прежде всего деталь обезжиривают и подготавливают к нанесению грунта. После сушки грунт тщательно вышлифовывается, чтобы получить идеально ровную поверхность. Далее наносится базовый цвет. И только потом деталь окунают в ванную. После нанесения текстуры ее покрывают автомобильным лаком в 3-4 слоя. А когда все это дело высохнет, полируют деталь до блеска. В зависимости от типа машины и количества элементов, процесс, как правило, длится не более 5 дней. В большинстве случаев снятый элемент не является помехой для передвижения на автомобиле. Кстати, у аквапринта помимо эстетического есть еще и практическое назначение. С помощью декорирования можно убрать дефекты поверхности, такие как потертости и царапины. А также восстановить текстуру под оригинал. Специалисты компании ProDecor как художники. Из машины они смогут сделать настоящее произведение искусства. Приборная панель, ручка переключателя трансмиссии, руль, подлокотники – все это заиграет новыми красками после декорирования. Вам только останется определиться с оттенком и материалом. Помимо этого, аквапринт можно наносить на колесные диски и пластиковые детали кузова автомобиля. После такого декора ваша машина будет точно выделяться из серого дорожного потока. Да и угонщики будут обходить ее стороной, поскольку она станет слишком приметной. В интернете сегодня можно найти массу советов, как сделать аквапринт своими руками. В принципе, это возможно. Но только хотим сразу предупредить, если вы все испортите, то переделки вам обойдутся очень дорого. Поэтому лучше обратиться к профессионалам. Помимо аквапринта в студии ProDecor декорируют элементы интерьера салона при помощи флакирования. Это нанесение текстильных волокон на любые поверхности, которые становятся как бы бархатными или плюшевыми, если хотите. Помимо этого, здесь занимаются восстановлением деталей салона, восстановлением и полировкой фар, декорированием элементов домашнего интерьера, оргтехники и оружия. Так что, если вы всерьез решили освежить интерьер салона своей машины не только, ведь технологии позволяют наносить материал на дерево, стекло, керамику, пластик, металл, в студии ProDecor знают, как это сделать максимально качественно, эффектно и за разумные деньги. Этот небольшой кроссовер в свое время был самым продаваемым в своем классе на вторичном рынке. В Приморье эта машина была и остается очень популярной у автомобилистов. Итак, Toyota RAV4 или, проще говоря, RAV-чик. Сегодняшний гость нашей постоянной рубрики «Автомобиль номера». Кроссовер Toyota RAV4 впервые сошел с конвейера японского автоконцерна в 1994 году. В России его продажи начались в 1998. С начала своего появления на рынке этот японский автомобиль занял ведущие позиции среди других моделей своей ценовой категории. В Приморье RAV4 был очень популярным. Сегодня к нам на тест попала Toyota RAV4 последнего поколения. Машина произведена в 2016 году. Как вы, наверное, догадались, у нынешнего RAV4 и его прародителя из 90-х общее, пожалуй, только название. Конечно же, машина кардинально уже поменялась. Раньше это были трехдверные кузова, сейчас это уже пятидверный кузов. Улучшились комплектации, что радует, в общем-то, по сравнению с Nissan и так далее. То есть он уже, Toyota, может конкурировать именно по комплектациям, потому что уже камеры кругом, там, круговой обзор. Все сделано для удобства водителя. Впереди новый RAV4 смотрится очень агрессивно. Он смотрит на мир косыми светодиодными фарами. Помимо них, этот автомобиль получил более сложные линии бампера и лобового обтекателя, светодиодные противотуманки, а также оригинальные задние фонари. С задней части автомобиля смотрятся очень симпатично. Вот эти стопари. Ну, в общем, Toyota над дизайном внешним, конечно, поработал очень хорошо. Даже, можно сказать, не к чему придраться. При взгляде на багажник обновленного RAV4, объем которого составляет 570 литров, понимаешь, что на этой машине спокойно можно отправляться на природу со всеми своими палатками. Хотя можно даже и без них. О, автоматическая дверь. Это тоже такая опция, очень хорошая, очень удобная на самом деле. Багажник у нас достаточно вместимый, коляска сюда влазит. Если мы разложим задние сидухи, то здесь можно, в принципе, даже спать. А сейчас давайте заглянем в салон Toyota RAV4. Предлагаем начать знакомство с ним с задних кресел. Что мы тут имеем? Ну что ж, посадка достаточно удобная. Немножко колени выше, чем положено. Но, в принципе, сидеть удобно. До переднего сидения, как видите, расстояния очень много. Салон у нас кожаный. Кожа так выглядит не очень дорого. Больше похожа на дермантин, не знаю. В новом RAV4 2016 года выпуска бензиновый двигатель объемом 2 литра и мощностью 146 лошадиных сил. Хотя в линейке имеются и более мощные модели. И даже есть дизельные версии. В качестве трансмиссии в нашем случае производитель предложил вариатор. Этот автомобиль оснащен круиз-контролем и функцией контроля движения по полосам. Когда мы меняем полосу, оно начинает пищать. И это для круиз-контроля, чтобы машина не вываливалась из полосы, подает звуковый сигнал. Подогрев руля, это, кстати, очень редкая функция, но ее начинают уже даже недорогие модели внедрять. Это очень хорошо, потому что зима у нас холодная. И как бы быстро салон не прогревался в любом автомобиле, все-таки держаться за теплый руль гораздо приятнее. Салон RAV4 неоднозначный. Вроде бы все есть и мультируль, и двузонный климат-контроль, и подогрев сидений. И все сделано красиво. Но в то же время не все удобно. Вот, к примеру, RAV4, благодаря своему высокому потолку и регулировкам кресла, предлагает водителю, пожалуй, самую высокую в классе посадку. Однако в таком положении становится просто не видно кнопок под массивным горизонтальным козырьком аудиосистемы на центральной панели. А их там достаточно много. Обогрев лобового стекла, например. А также кнопка переключения двигателя в режим спорт или эко. Поэтому туда приходится тянуться и наклоняться. Что-то курил, мне кажется, дизайнер. Ну нафига делать вот такие огромные кнопки и вот такой маленький мониторчик? Вот что реально порадовало. Наконец-то Toyota позаботилась о комфорте водителя. Если раньше инженеры экономили и в лучшем случае ставили одну камеру заднего вида, то время как конкуренты из Nissan и Infiniti с 2008 года уже вовсю использовали систему кругового обзора. В новых моделях RAV4 получилось. То есть у нас сейчас имеется 4 камеры. Есть передняя, задняя и в принципе система кругового обзора. И сонары имеются. Главным шагом в развитии модели с точки зрения ее ходовой части стала перенастройка подвески RAV4. Более жесткий кузов и его новые увеличенные сайлентблоки позволили адаптировать амортизаторы под более мягкие пружины. В результате машина получила хорошую управляемость и сохранила свой полуспортивный нрав. Что касается внедорожных качеств, это у нас полноприводная версия RAV4 и мы здесь имеем блокировку межколесного дифференциала. Это тоже радует, что не совсем овощная машина. Российские владельцы Toyota RAV4 2016 года отмечают хорошую маневренность автомобиля. Отличный обзор, надежность и устойчивость на дороге. Но наряду с достоинствами есть и недостатки, на которые они обращают внимание. По мнению экспертов, и здесь мы с ними согласны, производителю не удалось решить проблему шумоизоляции. Шумоизоляция у нас, скажем так, не очень. Прям не очень. Колеса мы очень слышим, все слышим, все, что происходит на улице. Гонкой автомобиль назвать тяжело, но едет он уверенно и спокойненько. То есть, как езда на вариаторе. Выставил себе 2000 оборотов и едешь 2000 оборотов. И он будет и разгоняться, и тормозить, и примерно все в этом. К вариатору нужно привыкать. Стоит отметить, что двухлитровый RAV4 на вариаторе очень экономичный автомобиль. В городе он ест меньше 10 литров на сотню. По трассе так вообще сказка, чуть больше 6 литров. На грутовке новый RAV ведет себя не хуже своих конкурентов, среди которых Nissan Qashqai, Mazda CX-7, Audi Q5 и BMW X3. Подвеска все хавает, нет дополнительных стуков, звуков, пластик нигде не стучит, не гремит. Но крупные неровности все-таки передаются на кузов. И не совсем, скажем так, комфортно, как хотелось бы. Нельзя ему поставить, конечно, 5 баллов, но, скажем так, 3 с плюсом здесь есть верочных. На этот кроссовер установлена независимая подвеска. Передняя пружинная и задняя на двойных поперечных рычагах. Имеются стабилизаторы поперечной устойчивости. Система полного привода здесь, конечно, самая простая. Испытывать мы ее не будем. Но этого достаточно, чтобы выехать куда-то и отдохнуть на пляж. В принципе, для чего этот автомобиль приспособлен. Легкое передвижение по городу, снегопад. Он вас довезет до места пребывания, до места стоянки с легкостью. В целом автомобиль, мне кажется, Toyota удался. Цена на новую Toyota RAV4 зависит от комплектации автомобиля. Самый дешевый вариант – классик. В ней, естественно, можно забыть о подогреве сидений и прочих приятных опциях. Самое жирное – престиж. Там будет все, что угодно. Соответственно, и цена на него сразу переваливает за 2 миллиона рублей. Наш тестовый RAV4 оказался как раз из таких. Если вы хотите протестировать свой автомобиль или у вас есть желание узнать о каком-то автомобиле побольше, пишите ко мне в личку в Инстаграм. И мы сделаем все возможное для того, чтобы ваш авто или тот авто, который вам нравится, появился в нашей передаче. До нового встречи. Все автомобилисты в своей душе путешественники. Однако одни только мечтают о покорении новых горизонтов, в то время как другие садятся за руль и открывают для себя живописные уголки Приморского края или Байкала. Обычно из таких автопробегов люди привозят гигабайты фотографий, которые можно показать знакомым, чтобы они оценили всю красоту мест, где они побывали. Снимки это хорошо, но вот что по-настоящему круто. Это вид на морское побережье, заповедные бухты и зеленые холмы с высоты птичьего полета. После просмотра такого видео ваши друзья воскликнут «Вау! А почему ты нас с собой не позвал?» И все это станет возможным благодаря квадрокоптеру DJI Phantom 4 Pro, который будет вашим личным оператором во всех ваших поездках. Этот квадрокоптер на данный момент самая умная летающая камера высокой четкости из когда-либо существовавших. Он гораздо круче своих предшественников, уверены в специализированном магазине «Хай Гифт». Многие владельцы квадрокоптеров во Владивостоке и Приморском крае отлично знают, где можно найти новейшие модели дронов, а также необходимые аксессуары к ним. Данный квадрокоптер теперь позволяет удаляться от пилота на расстояние до 7 километров. Новая батарея обеспечивает 30 минут полета от одного заряда. Ну а обновленное программное обеспечение позволяет отображать текущую видеоинформацию на мониторе, обеспечивает все необходимые телеметрии. Phantom 4 Pro – самый умный дрон из когда-либо созданных. Он весь состоит из датчиков. Они есть спереди, сзади, по бокам и снизу. Благодаря этому квадрокоптер способен распознавать препятствия на расстоянии до 30 метров и облетать их, двигаясь в любом направлении. Многочисленные системы безопасности позволяют вернуть квадрокоптер в точку взлета при разряженном аккумуляторе, длительной потере радиосигнала или специальной команде пилота. В арсенале квадрокоптера есть множество полезных режимов для первоклассных полетов и видеосъемки. Квадрокоптер будет лететь за вами под заданным углом и снимать кадры в движении. Также он может лететь по заранее запланированным точкам, фокусируясь на нужных объектах съемки. Ну а прежде всего квадрокоптер Phantom 4 Pro – это навороченная камера, которая может конкурировать по качеству картинки с профессиональными фотоаппаратами и видеокамерами. Камера нового квадрокоптера – это действительно революционный прорыв в области аэрофотосъемки. Сенсор камеры увеличен в 4 раза по сравнению даже с предыдущей версией Phantom 4. Это более чувствительный сенсор. Сейчас здесь доступен формат H.265. Ну а для тех, кто любит погорячее, этот квадрокоптер обеспечивает видеосъемку размером в 4К 60 кадров в секунду. Познакомиться поближе с этим чудом техники можно в специализированных магазинах High Gift, один из которых находится на Иртышской, 12, а второй в торговом центре Sedan KCity. Здесь представлен самый большой в городе выбор квадрокоптеров. Так что если вы собираетесь купить себе квадрик или аксессуары к нему, вам однозначно сюда. Помимо этого, здесь также занимаются ремонтом и обслуживанием квадрокоптеров. Также сеть магазинов High Gift – это профессиональная аэрофотосъемка, которая сделает незабываемым любое торжество, будь то свадьба, корпоратив или выпускной вечер, а также будет необходимой при составлении различных 3D-карт. Аэросъемка широко используется как обычными пользователями, к примеру, красиво снять свадьбу или другой праздник, так и коммерческими структурами, к примеру, создать 3D-макет здания или построить карту местности. Мы осуществляем художественную, репортажную, плановую съемку, делаем обзоры мероприятий флешмобов, а также создаем 3D-модели ландшафтов, крупных объектов и строений. Стоит ли говорить, что съемка с неба делает многие проекты или объекты гораздо интереснее, объективнее и привлекательнее? Преимущество магазина High Gift не только в новейшем техническом и программном обеспечении, но и в ответственном подходе к решению любых задач. Все работы проводятся по договорам квалифицированным персоналом с учетом всех пожеланий клиента. Сеть магазинов High Gift, когда профессионализм на высоте. На приморских дорогах становится все жарче, столбик термометра неуклонно ползет вверх. Лед с дорог сходит, а скорость транспортного потока возрастает. Все это приводит к повышению числа серьезных дорожно-транспортных происшествий. Подробнее об этом в нашей постоянной рубрике «Автоэкшн». Водитель автомобиля Ниссан Тиидо на всю жизнь запомнит этот головокружительный полет, который мог стоить ему жизни и свободы заодно. Мужчина двигался со стороны окатовой в направлении радиоприбора. О скорости машины ничего не известно, но, судя по всему, она была не маленькой. Как рассказал водитель Тиидо, на полном ходу он попытался объехать люк, и в этот момент машину начала носить из стороны в сторону. В результате ее выбросило на обочину, где она снесла два знака и едва не сбила пешехода. Более тонны металла на скорости по касательной задели мужчину, который даже не сразу понял, насколько сильно ему повезло. Затем Тиидо, перевернувшись, налетела на бетонный блок и застыла на припаркованном под ним форестере. Когда хозяин Форика выглянул в окно, сначала он подумал, что вообще остался без машины. Смотрел, стоит. Я думал, стоит вообще сверху. Там только крыло замяло. Вообще, у этой истории вполне себе счастливый конец. Пешеход отделался испугом, форестер лишился лишь бокового зеркала. Помимо его замены, ему потребуется мойка, и машина будет как новая. А вот по части Тиидо все гораздо печальнее. Машина получила очень серьезные повреждения. Ее водитель, кстати, был абсолютно трезв. Цивилизованные люди при разъезде в узком дворе стараются договориться, кто из них уступает дорогу. Обычно назад сдает тот, кому проще это сделать. Они цивилизованные начинают, что называется, быковать. Это видео снято несколько дней назад в одном из дворов на улице Гульбиновича. На записи двое пылких юношей, которые поспорили на тему, кто кому должен уступать дорогу. Быстро выяснилось, что уступать дорогу должен тот, у кого нет бейсбольной биты в багажнике. Дискуссия проходила в теплой дружественной атмосфере с широким использованием научной лексики. Обошлось без жертв и тяжких телесных повреждений. Но осадочек остался. Как показывает практика, подобные бейсболисты обычно доигрываются. Или они встречают таких же психопатов и получают по полной, или же им попадается вот такой полицейский. Бейсбол играешь? Да. Сколько пинчеров на базе? Пятеро. Пятеро? Ответ неправильный. Термин «опасное вождение» пытаются ввести в правила дорожного движения не просто так, а чтобы оградить нас от неадекватных водителей, которые считают себя ровнее других на дороге. Под опасным вождением понимают много чего, в том числе необязательные перестроения, необоснованные резкие торможения и препятствования обгону, которые могут привести к аварии. Все это накануне имело место быть на улице Нейбута. Неизвестно, чем водитель Мазды Дэмио насолил хозяину Ауди, судя по всему, он слишком борзо обогнал его в плотном потоке, в результате чего рулевой паркетника обиделся и начал мстить. Далее последовала цепь резких перестроений, в результате которых Ауди вытеснил Дэмио на встречную полосу, где она едва ли не столкнулась с микрогрузовиком. Но зато черный паркетник оказался первым на проезжей части. Правда, эго его хозяина торжествовало недолго, метров 100 от силы, поскольку Дэмио обскакал Ауди и снова оставил его позади себя. Честно говоря, водителю черного кроссовера крупно повезло в том, что депутаты еще до конца не утвердили статью 1238 Административного кодекса о введении штрафа за опасное вождение в размере 5000 рублей. Рулевой Ауди бы его точно заслужил. Планируется, что эта статья вступит в силу с 1 июля 2017 года, пока Государственная Дума одобрила ее только в первом чтении. А это видео снято в районе проспекта Красоты. Регистратор автомобилиста, двигающегося в сторону фуникулера, снял безумство в исполнении водителя Toyota Camry. Вот он совершает обгон сразу несколько транспортных средств по встречной полосе через двойную сплошную. Причем видно, что лихач был в секунде от жесткого лобового ДТП, поскольку в него могли прилететь аж два автомобиля. В общем, это был почти смертельный номер с той лишь разницей, что циркачи во время его выполнения рискуют только своей жизнью. А этот деятель поставил на карту чужие. Также артистам аплодисменты в конце полагаются. А водителю Camry за обгон через двойную сплошную 5000 рублей штрафа или лишение прав на 4 месяца. Следующее видео снято на улице Лесозаводской в Артеме, где произошел серьезный пожар на территории автобазы. Сигнал о возгорании топливной автоцистерны на пульт дежурного пожарной охраны поступил вечером в четверг 16 марта. На место происшествия сразу выдвинулись пожарные расчеты. К прибытию огнеборцев автоцистерна была полностью охвачена огнем. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС приступили к тушению автомобиля. Горящее пламя заливали пеной и через 10 минут огонь удалось сбить. Тем временем на место происшествия вызвали скорую. Медицинская помощь потребовалась водителю бензовоза. Мужчина обгорел очень серьезно. Его доставили в больницу с ожогами в 80% тела. Также пострадал сторож предприятия, который вытаскивал водителя из огня. Но его ожоги не такие серьезные. Его жизни ничего не угрожает. Бензовоз выгорел полностью и восстановлению не подлежит. А в завершении программы, как обычно, наша постоянная рубрика «Девушка номера». Смотрим! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. И это все на сегодня. Смотрите «Автомир» на восьмом канале. С вами был Дмитрий Семенюк. Удачи на дорогах! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok